10 марта завершается прием заявок для участия в конкурсной выставке художников Латгальского региона «Легализированные фантазии», которая изначально планировалась открыться в Центре искусств имени Марка Ротко 16 апреля. Однако пандемия не ослабляет свои хватки, и арт-центр по-прежнему закрыт для посетителей. Проведение выставок пока под вопросом. Тем не менее, сотрудники заведения надеются на то, чтобы в перспективе начать хотя бы индивидуальный прием гостей, и сейчас прилагают все усилия для расширения выставочного пространства. Внутри арт-центра почти завершено обновление сектора А, посвященного творчеству самого Марка Ротко и истории заведения. В то же время было принято решение о переоборудовании концертного зала и зала для конференций для нужд экспозиций. С улучшением ситуации с COVID-19, концерты и большие собрания людей все равно вряд ли будут возможны, поэтому акцент будет ставиться на максимальную демонстрацию произведений искусства. Сейчас понятно, что концерты, скорее всего, состоятся, но очень не скоро. Но вполне возможно, что музеи будут теми, кто откроется первыми. Поэтому мы заранее думаем о том, как будет организован очный прием посетителей. Конечно, как только ситуация это позволит. Если же говорить о выставке художников Латгальского региона, то это очень крепкая традиция, которую мы бы очень не хотели прерывать, и тем самым тормозить творческий процесс многих людей. В каком угодно формате, но провести ее мы все же хотим. Но вот конкретные даты открытия такой выставки мы пока сказать не можем. Со своей стороны мы можем заверить, что будем готовы открыться при первой же возможности. Наряду с внутренними работами, арт-центр продолжает организацию уличного показа творчества в разных техниках. До этого керамика из коллекции Ротко-центр оказалась на витринах городских заведений. Недавно в окнах Венсполского театрального дома Юросварте были представлены коллекционные картины Сильве Линарте, а пару дней назад в Мадоннском генотеатре Видземе открылся витринный осмотр текстильных произведений, созданных в рамках международных симпозиумов центра Марка Ротко. Хорошей новостью для всех любителей нестандартного современного искусства является то, что виртуальная скульптура Гинта Габранца «Круглый горизонт Лифт Ротко», запущенная еще в ноябре, теперь доступна на самых разных смартфонах и устройствах, и ее можно увидеть через приложение дополненной реальности Sun с самых разных точек в Даугапилсе. Эту цифровую работу можно увидеть в любом месте города, она была специально сконструирована именно для Даугапилса. Все, что нужно сделать, нужно скачать приложение на сайте sun.lv. Центром лифта Ротко является арт-центр Даугапилской крепости, и как вертикаль, как спираль, уходящую в космос, ее можно взглядеть именно, находясь рядом с центром искусств имени Марка Ротко. Центр искусств надеется вскоре распахнуть свои двери для индивидуальных посещений и порадовать той работой, которая была проделана во время строгих ограничений. Больше актуальной информации, в том числе о выставке легализированной фантазии, на сайте rotko-centers.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской думы.